Всем привет, с вами LoftBlock и у микрофона Антон Галамазов. В этом видео мы с вами продолжим разговор о в основах языка PHP и сегодня мы с вами поговорим об условном операторе IF-ELSE. Данный оператор применяется, когда нам нужно выполнить те или иные действия, исходя из определенных условий. И разберем работу оператора IF на таком примере. Создадим переменную условие и создадим для нее значение солнечно. Далее мы пишем нашу конструкцию IF, в которую помещаем наши условия. Если же условие у нас равно солнечно, тогда у нас на экран выводится строка «Пойдем на пляж». Переходим в браузер, обновляем его и видим наш результат. Если же нам необходимо предусмотреть какие-то действия, если наше условие IF не выполняется, то после фигурных скобок мы ставим ключевое слово ELSE, ставим фигурные скобки и внутри них пишем те действия, которые нам нужно выполнить, если наше условие неверное. Переходим в браузер, обновляем, видим, что у нас условие до сих пор срабатывает, поменяем нашу переменную значение на пасмурно, сохраняемся и опять переходим в наш браузер и видим результат отработки. Если же мы хотим, чтобы наше условие выполнялось, исходя из нескольких условий, тогда мы можем создать еще одну переменную, назовем ее условие 2, и добавим еще одно условие в наш оператор IF. В данном примере у нас должно выполниться два условия, причем одновременно, для того, чтобы наше условие сработало. Переходим в наш браузер, обновляемся, и видим, что наше условие прекрасно выполняется. Здесь же мы изменим значение одной из наших переменных условных, сохраняемся, и опять переходим в наш браузер, и видим, что наше составное условие уже не выполняется. Опять переходим в наш редактор. Далее, если мы хотим с вами, чтобы наше действие выполнялось при хотя бы одном верном условии в нашем операторе IF, мы должны заменить наши два амперсанта на вот такой вот символ или. Это означает, что если хотя бы одно из условий выполняется в данном операторе, значит, будут выполняться те действия, которые находятся внутри наших фигурных скобок. Его можно записывать в виде двойных двух палок прямых, или же в виде ключевого слова OR. Если же мы хотим к нашему условию добавить еще одно условие, которое будет выполняться в случае, если первое условие у нас вернет ложь, тогда мы можем добавить еще оператор ELSEIF. Создадим еще дополнительную переменную, и после фигурных скобок IF мы пишем ключевое слово ELSEIF и добавляем еще третье условие. Если же ко мне пришел друг, то мы вместе с другом пойдем в кино. Переходим в браузер, обновляемся и видим полученный результат. Более подробную информацию о условных операторах вы можете получить на данной странице документации языка PHP. Она сейчас находится перед вами. А для этого видео, пожалуй, все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. И увидимся с вами в следующих видеоуроках. Пока!